Это программа Ресурсы. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Науросми и Рамы – один из любимых праздников казахстанцев. Весна здоровается с каждым жителем страны и заходит в каждый дом. Пятитысячная история дня равноденствия жива. Более того, с каждым годом Науросми и Рамы празднуют с еще большим размахом. В этом году, к примеру, вся страна отдыхает пять дней на Науросми и Рамы с 21 по 25 марта. Ну а празднование Наурос началось еще раньше. Уже с 16 марта в каждом уголке страны проводились различные мероприятия, выставки, акции в честь Дня равноденствия. Впрочем, и затраты на проведение пятидневного праздника в этом году тоже внушительные. 325 миллионов тенге выделено на празднование Науросми и Рамы только в столице республики. 175 миллионов тенге ушло только на оформление праздника. 150 миллионов на сами мероприятия. Главные события праздника разворачиваются на площади перед монументом Казахьеля. Там установили 40 юрт. Еще 28 юрт будут установлены в районах Алматы и Сараарка. Если присмотреться, то основная часть средств уходит именно на эти красавицы. Средняя стоимость одной юрты в Астане от 150 до 750 тысяч тенге в зависимости от размера и убранства. Это могут быть 6, 7, 8, 12 канатные юрты диаметром 6, 7, 8, 8,5 метров из дерева, ручной или механической обработки. В регионе же юрту можно арендовать подешевле. Если заказывать в Караганде, стоимость дома с Шанрахом обойдется в 100 тысяч тенге. Примерно такие же цены и в Алматы. Восьмиканатная юрта от 100 до 110 тысяч тенге. В Шемкенте в два раза дешевле 50 тысяч тенге. А в Ак-Тубе и вовсе 40 тысяч тенге. Кроме этого, в честь праздника порядка тысячи казахстанцев получили соцпомощь. А если точнее, это 950 получателей государственной адресной социальной помощи. Члены постоянно действующих комиссий Совета ветеранов получают материальную помощь в общей сумме 2 миллиона 750 тенге. Также 22 марта будет проведено праздничное представление Наурос Думан с участием 30 детей-инвалидов и детей-сирот, находящихся на попечении в медико-социальных учреждениях. Не останутся без внимания и спортивные интересы людей с ограниченными возможностями. 25 инвалидов примут участие в торжественном мероприятии под девизом «Наурос Мейраме – праздник весны» и в спортивных состязаниях по шахматам и игре «Тогас Хумалах». Если в этом году решили взять количество мероприятий, то в прошлом году брали оригинальностью. Несмотря на то, что мероприятие было в разы меньше, порадовало всех световое шоу в честь праздника Наурос. Правда, само мероприятие оставляло желать лучшего. Многие горожане и гости столицы не смогли по достоинству оценить заморское чудо. Экономично и вполне красочно в этом году отметят Наурос в Актюбинской области. Всего на 1 миллион тенге. И то большая часть этих средств предназначена для организации праздничного фейерверка. 21-22 марта на главном проспекте областного центра будет установлено 160 юрт. Такое количество организаций в основном из районов уже подали заявки на участие в празднике. Активное желание сельчан принять участие в праздновании Науреза. В прошлом году было подано лишь 40 заявок. Объясняется солидным призовым фондом. Устроители самых нарядных юрт получают в качестве приза аудиотехнику, в которой остро нуждаются сельские клубы. А вот в Павлодарской области, прежде чем начать празднование Науреза, 20 марта жители города Аксу вышли на расчистку территории. Уборку снега оказали помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках проведения акции по благоустройству территории города Павлодара, Жасалхала, руководители местных представительных и исполнительных органов, почетные граждане Павлодарской области, общественники приняли участие в посадке декоративных елей и сосен. В этот день жители и гости города бесплатно угощали главными блюдами праздника. Наурез Хозже пловом-баурсаками было испечено 25 тысяч баурсаков, приготовлено 12 тысяч порций плова и 1 тысяча литров национального напитка из семи компонентов Наурез Хозже. В Павлодаре были организованы 10 юрточных городков. На площади было разбито 32 юрты, в которых гостеприимно встречали всех жителей и гостей области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова